Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну что, у нас продолжается Утро на Болткоме, и мы по традиции, мы всегда как-то стараемся последнюю тему нашего блока, нашего выпуска посвятить каким-то гуманитарным миссиям и миру искусства, культуры. И у нас в гостях гуманитарный миссионер. Можно сказать и так, да, Артурчик. Миссион импособ. Нет, наоборот, это миссион способ был. Да, точно способ был. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже встречались, уже разговаривали действительно о том, насколько такие короткие ролики, посвященные искусству, востребованные, с огромнейшим интересом их смотрят, а люди интересуются миром искусства и с радостью подписываются, узнают что-то новое. Я понимаю, что сейчас, конечно, вот какое ощущение, например, вот когда блогер, у которого огромнейшая аудитория, вдруг сталкивается с то, что называется форс-мажором. То есть вдруг эти вот как-то закрываются соцсети в определенных странах и вдруг теряются подписчики. Я позволю себе маленькую ремарку. Мы не назвали нашего блогера. Артур Чех, я сказал. Да? Да, по ходу дела бы еще что-нибудь там вспомнили, как кто-нибудь, кого зовут, это нормально. Артур Чех, культурный блогер, но не культуролог с нами в гостях. Я вот не слышал. Я просто, ну, ты был увлечен просто. Я был увлечен. Чем-то. Более-то вот твоими вступительными словами я был увлечен, а самого главного не расслышал. Я прошу прощения у всех, у всех присутствующих и неприсутствующих, и те, кто слушает, и те, кто смотрит. Я помолчу. Сегодня вообще Всемирный день молчания. Да, Артур, ну вот что действительно вот сейчас происходит, насколько доступны эти видеоролики и вообще что в мире, скажем, если есть какая-то информация, общение с другими блогерами, как они воспринимают, конечно, вот эти перемены? Ну, насколько я знаю, все вообще, все блогеры, которые, по крайней мере, сконцентрированы в России, где TikTok сейчас на стопе, они все очень ловко поменяли страны своих телефонов, используют VPN и выкладывают на свою западную аудиторию. И, не знаю, по моему опыту, когда случилось это самое закрытие, с тех пор я набрал около двухсотен тысяч подписчиков, то есть они не уходят, общие просмотры растут. И когда я приехал сюда, я больше всего боялся, что как бы все. У меня сейчас будут опять эти просмотры, как год назад, вот эти 10 штук, 5 просмотров, спасибо. Но на удивление, во-первых, белорусская, казахстанская, украинская, само собой, публика, они максимально сейчас вовлечены в нечто культурное, что помогает немного успокоить нервы, чуть-чуть себя перенаправить, как-то даже просветиться. И в целом ситуация очень неплохая, то есть я не унываю. Первая паника прошла, и прям все достаточно тьфу-тьфу-тьфу, хорошо идет. Насколько вообще эта тема, ну вот мы знаем, что она зашла, и вот как принято говорить, и что люди действительно с огромным интересом смотрят. Это вот почему, скажем, когда появляются другие, скажем, темы, опять-таки война, эти все какие-то события, то есть можно было ждать, что люди переключаются на какую-то повестку дня сегодняшнюю, очень волнуются за то, что происходит в их жизни. Почему, как оказалось бы, какой-то мир далекого прошлого привлекает людей? Во-первых, чтобы понять то, что происходит сегодня, нужно смотреть, что происходило раньше, и пытаться как-то сделать вот эту вот связку, создать вот эту вот цепочку, чтобы понимать, как вообще сегодня все это произошло, и почему, и как от этого избавиться, самое главное. Как вообще на все это смотреть, чтобы не повторить чего-то очень плохого, что было раньше, и очень часто, к сожалению. Босх вообще в этом отношении для меня сейчас абсолютный герой, потому что вот то, что он делал в свои 1490-1510-е, это абсолютное повторение всего того трэша, который творится сейчас. Особенно если подходить к этому с юмором, рассказывать об этом с юмором как-то полегче, да, то есть не драматизировать, как очень часто почему-то люди запрашивают. Оно как-то, во-первых, помогает тебе понять, что ты не один в этом трэше. Не в том смысле, что тебя окружают люди, которые тоже это переживают, а в том смысле, что история показывает, что люди постоянно это переживают и не справляются, и они всегда находят время и силы и место для того, чтобы культурно преображаться, воодушевляться, изучать что-то, умнеть, просвещаться и так далее. А во-вторых, ну, не знаю, вот, допустим, когда только все случилось, война, да, я тоже постоянно следил, сидел на телефоне, каждая новость вообще не проходила мимо моих глаз. Я писал всем своим знакомым в Украине, кто они, что они, как они, следил за каждым их шагом. Но в связи с тем, что война затянулась, люди не могут постоянно сидеть и вот это вот дрожать, трястись, не понимать. Им нужно куда-то хотя бы на несколько минут, полторы-две минуты хотя бы чуть-чуть просто подумать о чем-то другом, да. И поэтому оно и так актуально, и так требуется, я бы сказал. Прям нужно сейчас. Можно ли сказать, что действительно история повторяется, потому что ведь люди лет 500 назад жили в еще больше, более страшном стрессе, потому что это были не только постоянные войны, но и эпидемии, какая-то совершенно непредсказуемость завтрашнего дня и вот этот, ну, просто перманентный стресс человеческого существования, который сопровождал его с рождения и до самой смерти? Ну, знаете, вот, ну, конечно, человек жил как минимум в стрессе, потому что у него не было освещения, камер наблюдения и прочих радостей, которые сегодня помогают нам якобы чувствовать себя в безопасности, что, ну, вот я стою под камерой, меня никто не поймает, не убьет, а если убьет, то его найдут или что-нибудь в этом духе, да. Такого раньше не было, и, конечно, люди постоянно пребывали даже не столько в ощущении войны, сколько что их, ну, поджидает опасность в этой темноте на каждом шагу, особенно если ты непросветленный человек и не умеешь как-то дышать, вот это вот все практики медитации, успокоения. Но сегодня в связи со всеми технологическими новшествами почти ничего не поменялось, если, ну, никто не понимал, я вот лично не понимаю, что меня ждет завтра. Вообще, вот так мир вдруг резко перевернулся, ковид отдыхает, что я реально не понимаю, что будет завтра, и я не имею никакой уверенности, что, вот, допустим, я переехал в Ригу, и здесь не случится то же самое, и так далее, и так далее, она нарастает, да, и нет никакой уверенности, что какой-нибудь придурок, который выпьет лишнего, или который наспор, не ударит меня по голове за углом, или еще что-то. По сути, несмотря на то, что мы живем, ну, реально в очень клевом, технологическом вообще веке, потрясающем, все равно эта уверенность, неуверенность, точнее, она вот, она все равно с нами будет идти вот до самого последнего дня человечества, потому что люди непредсказуемы, особенно в таких глобальных масштабах, и никогда быть абсолютно уверенным нельзя. Но можно расслабиться и получать удовольствие, и забивать голову чем-нибудь другим, чтобы не переживать каждую секунду, чтобы тебя, не дай бог, не сбила машина. Про забивать голову чем-нибудь другим. Как текущие события отразились на вашем контенте? Появилось ли там больше чего-то обзорного про батальные какие-то картины? Ну, что называется, на злобу дня. Тут война, там война. Нет, ни в коем случае. И не появится. Да, в принципе, я никогда особенно сильно батальный, батальный, ну, а что про него рассказывать? Вот такая битва произошла, Верещагин, молодец, или еще что-нибудь. Ну, а что там про Леонардо рассказывать? Ну, изобрел вертолет, парашют, там, еще что-то. Во-первых, это все бредятина. Ну, как бы, он очень красиво это нарисовал, и замечательно, как бы, как воодушевленная такая идея, она появилась, но она была и до него, и после него, и много кто это рисовал. Ну, и да, не было этого на самом деле. Я не знаю, я предпочитаю сейчас концентрироваться на биографиях каких-то таких вот роковых для истории искусства художников, которые его, ну, резко перевернули. Ну, типа Матисса, или, если мы берем по-классичней, то Рембрандта, то есть эти люди, которые вдруг настолько прозрели, что такое сотворили в искусстве, то есть они перевели его в совершенно иное пространство. Или, я предпочитаю сейчас концентрироваться на мифах Древней Греции, я просто не могу, это такой детектив, просто за этим можно наблюдать десятки дней, читываться, сравнивать, подгонять, и, не знаю. Ну, детектив с элементами эротического триллера? Ну, это даже не столько, я бы сказал, порнографического триллера, потому что особенно... Мы в утреннем эфире. Если еще смотреть французские иллюстрации 18 века, этих всех древнегреческих мифов, когда вся Франция была помешана на порнушке, ну, я не побоюсь этого слова, это вообще просто потрясающе. Зачем говорить об этом? Есть новости. Пускай они занимаются освещением событий, и пускай независимые СМИ проверяют информацию и помогают нам понимать, что происходит. Я сейчас встану. Куда? Ну, просто встану, такая речь звучит. Начнешь петь. Пусть независимые СМИ проверяют информацию, все, во фронт. Ну, почему во фронт? Нет, я внуков... Советам Артура верны. Это... Давайте легче воспринимать немножко. Вы сами начали про лёгкое восприятие, а что-то как-то не особо лёгкость чувствуете. Меня интересует, ну, действительно, вот художники. Вот раньше ведь это был, скажем так, посредник между... Ну, картины, искусство было, ну, и утилитарная функция, то есть воспроизведение как иллюстрация священного писания, то есть объяснение каких-то... Ещё человек приходил в церковь, и он, в общем-то, через какие-то визуальные образы воспринимал эти картины, сюжеты. Вот как меняется, вот вообще, ну, менялось назначение искусства, в чём, например, сейчас его назначение? То есть многие вот, ну, как бы современное искусство вообще не понимают, чему оно служит, для чего оно, и нет ли в этом какого-то элемента шаманства, обмана, например? В тот момент, когда Эдуард Моне написал «Завтрак на траве», всё сломалось. Люди привыкли... То есть это вот такая точка... Ну, я считаю, что это точка невозврата абсолютно, да, то есть люди привыкли к тому, что искусство им показывает, как надо жить, вселяет в них какие-то высокие идеалы, да, даёт им чёткое понимание, рисует какую-то картинку, да, и они все к чему-то стремятся. А потом пришёл Эдуард Монен, рисовал дядьку и голую тётюку, которые едят летом в лесу, и всё такие, что... И с тех пор искусство начало заниматься чем угодно, кроме того, чтобы пытаться объяснить втемяшить что-то, заставить понимать жизнь как-то правильно. Искусство служит самому себе. Искусство говорит про самая себя, и на самом-то деле мне нравится современное искусство тем, что оно может делать всё, что хочет вообще. И это не обязательно должно быть очень несмысленно или прям как-то очень драматично. Достаточно, чтобы это было красиво, чтобы это вовлекало, чтобы это заставляло зрителей участвовать в своём создании, да, как бы... И искусство просто постоянно экспериментирует с тем, чем оно может быть. И мне кажется, что это потрясающее. Поэтому искусства сейчас очень много, оно абсолютно разнообразно, и не нужно постоянно искать гениев, как это делали раньше. Артур, я помню, что мы когда в прошлый раз разговаривали, была проскочила идея, мысль о том, что было бы здорово сделать такие гиды по зарубежным музеям, путеводители, которые можно было бы... Ну, человеку при посещении музея просто вот взять и прослушивать этот... Перед каждой картиной встав. Вот как это продвигается вообще? Насколько эта идея, она реализуема или сейчас в нынешних... Ну, допустим, да, да, она двигается. Допустим, сейчас у меня уже готова коллекция венских музеев. Готовится сейчас коллекция брюссельских музеев, потом будет Рим летом. Но когда, как и на каких условиях я буду это в готовом, вот прям красивом виде выпускать, я сказать пока не могу, к сожалению. Нет, ну а вот насколько действительно эти все... Я знаю, что музеи относятся достаточно ревниво, и, например, в России там даже была, я помню, очень хорошо дискуссия Венедиктова, я не помню, по-моему, с Петровским, когда вот они спорили, Венедиктова говорит, слушайте, вот почему Эрмитаж, например, вот запрещает, ну, проводить какие-то нелицензионные... То есть это можно делать только через руководство Эрмитажа. Да, ну да, ну понятно, что денежка, но с другой стороны говорит, а вот если я приду с племянником и начну ему рассказывать, вы меня вот там выведите из зала или нет? На что Петровский говорит, ну, если вы будете каждый день приходить с другим племянником, то, наверное, у нас, значит, возникнут вопросы. В общем, они долго спорили, дискутировали, но вот как вот это согласуется, например, ну, вот путеводитель, например, по, не знаю, Венскому музею, а Венский музей говорит, а это же, извините, стоп, простите, это же наши экспонаты, это наша, как бы, вотчина... Да, как-то с музеями договорились, нет? Ну, допустим, когда я был в Бельведере в феврале, я говорил вообще в целом, что давайте-ка я бахну вам на русском языке, то есть, делайте с этим, что хотите, просто пускай это буду я. Они сказали, да-да-да, и сказали, да-да-да, хорошо, конечно. Ну, а потом... А бахну в каком виде? Ну, просто записать аудиогид, да, приложение какое-то. Нет, вообще, на самом деле, приложение это точно мимо, потому что это очень сложно. Ну, как бы, я не разбираюсь совершенно в IT, но, как бы, сделать хорошую штучку, которая будет у тебя в телефоне, четко тебя направлять, это очень... Ну, это большая работа и требует больших денег, даже очень дорого, как бы. Было бы круто, но, скорее всего, это невозможно. Да, это будет аудиогид, но который просто, как бы, вот, ты заходишь на сайт Бельведера, тыкаешь две кнопки, он тебе предлагает. Вы можете купить себе аудиогид либо на кассе, либо в интернете, да, скачать какой-то файл, который вы будете у себя прослушивать. И он стоит, там, порядка 6-8 евро. Непонятно, кто это будет, непонятно, как это будет озвучено, насколько это будет хорошо. Скорее всего, это будет студийная запись какая-то, но с вероятностью 87% это будет какая-нибудь старушка, которая одну за другой картинку будет тебе рассказывать, какая она талантливая. Этого хочется избежать, но... Ну, ужасно, потому что, нет, сразу вспоминаешь детство, когда там приводили несчастных детей за руку в музей, там, в левом углу картина изображённая, и вот это все стоят и мучаются. Господи, когда это закончится, скорее бы убежать, это... Просто эти, ну, как бы, вот эти люди, которые ведут экскурсии, это большие профессионалы, если это не какой-то современный музей, куда привлекают студентов, или просто, ребят, давайте мы вам дадим кучу инфы, коллекцию, а вы ходите, зарабатывайте денежки. Они такие, да, конечно, они рассказывают то, что прочитали про подготовленный материал про выставку. Вот эти вот гиды в больших музеях, это большие профессионалы, которые там работают, если это не сторонние, приглашённые туристические гиды. И у них очень часто задача заключается не в том, чтобы вовлекать зрителя своей персоной воплоти, да, здесь и сейчас, они всё-таки пишут какие-то работы, они изучают, чистят, реставрируют, следят, перекомпоновывают, то есть развешивают, и у них нет задачи кого-то впечатлить, да, и просят, как бы, расскажите информацию. Они зарабатывают денежку в музее и рассказывают, как могут. У них нет этого опыта постоянного выхода на публику. И, конечно, было бы здорово, если бы все музеи всех вообще стран к экскурсионной деятельности привлекали бы вот каких-то харизматичных, интересных профессионалов, которых очень много. Но они не делают. Потому что вот мне кажется, что ведь нужен, ну, то есть любому музею, любому собранию искусств нужен некий транслятор между этими произведениями и публикой, потому что если человек просто приходит в музей, перед ним вот какое-то собрание этих артефактов, и он, может быть, не знает ни истории, которые, сюжеты, истории самого художника. То есть там масса вот информации, которая мимо, и о восприятии совершенно другое. На уровне нравится-не нравится, чтобы там не было нарисовано. Нет, это тоже хорошо, кстати. Я вообще считаю, что иногда ходить даже без экскурсовода ненадолго, на часик какой-нибудь выбрать себе какой-нибудь зал. Это а-ля вот как кино, вот когда я не знаю вообще, что за фильм, вот я просто прихожу. Я просто пойду, да. Ну, как бы мы же себе это позволяем и смотрим, и нам уже даже понравится. Нам не обязательно знать всю историю режиссера, всю историю кинематографа и так далее. В Леону, ну, прикольно, когда появляется какой-то смысл, там второй, третий слой, и проявляется вот это всё. А скажите, насчёт запроса как раз всей этой информации, насколько популярны музеи вообще в принципе в современном мире? Ну, по крайней мере, на той территории, которая вам известна. Вот всё это кино и прочее, не отбивает ли оно, вот, интерес именно к искусству, всё равно современному или классическому? Мне кажется, что нет. Понятное дело, что это никогда не было самовостребованным, даже тогда, когда-то давно, когда ничего другого не было. Всегда, на самом деле, любой обычный человек, неважно, богатый он аристократ и страстный коллекционер или крестьянин, он всегда, на самом деле, предпочтёт не смотреть на эти перегруженные стены с картинами, а пойти на какой-нибудь праздник, который устраивали те же самые художники. Они оформляли штандарты, костюмы, делали декорации, как тот же самый Леонардо да Винчи. И приятнее было смотреть не на тайную вечерю, которая рассыпается в монастыре, а было приятнее посмотреть на какого-нибудь огромного механического льва, которого придумал Леонардо. У него раскрывалась грудь, оттуда вылезали цветы, по небу летали ангелы, сцена ездила вверх-вниз. Понятное дело, что шоу всегда было несколько популярным. Но с тех пор, как открылись в конце 19-го, начало 20-го века вот эти вот публичные галереи, они, мне кажется, вот как закрепились, так они существуют. Мне кажется, что ни больше, ни меньше. То есть люди постоянно, постоянный приток людей туда идёт, но те, у кого социальные сети работают хорошо, конечно, больше привлекают народу. Ну и, конечно же, спасибо интернету за то, что он разрекламировал «Мона Лизу», «Поцелуй», «Танец Матисса» и вот такие вот супер-пупер шедевры всех веков и народов. Они, конечно, очень много народу привлекают, помогают музеям хорошо зарабатывать. Но хотя, по-моему, мне кажется, что раскрутка началась. Ведь «Мона Лиза» стала хитом после того, как её украли. То есть это вот как раз то, что газеты везде писали, печатали изображения, что, так сказать, найдите, помогите найти. Это просто сделало картину хитом, можно сказать, Ловра. А вот у меня вопрос. Как, боюсь, даже не хватит или не хватит времени, но если сравнить то, что сейчас находится в музеях и в частных коллекциях, если сопоставить вот эти два массива, то, что закрыто для публичного, может быть, обозрения, и то, что находится вот в доступе, вот чего больше, что интереснее. Вот насколько та вот часть вот этот айсберг скрытый от нас, частные коллекции, какие-то собрания. Частные коллекции очень много что скрывают, очень много и очень много шедевров. Но благодаря, опять-таки, глобализации все почти частные коллекционеры всегда предлагают и дают свои работы на музейные выставки. А музейные выставки, которые происходят в Европе регулярно, такие крупные, например, там, Карабаджо, да, и соберут вообще все, подойдут к каждому коллекционеру, сяду перед ним на колени, скажут, пожалуйста, дайте своего, там, бичевания Христа. Он скажет, ну ладно, он на этом заработает, как бы ему будет очень благодарный музей, ему будет должен, может быть, когда-нибудь поспособствует тому, чтобы что-то купить. Цена картины тоже поднимается. Конечно, и несмотря на то, что очень многое спрятано по частным коллекциям, музеи почти всегда предлагают на это посмотреть, ну, хоть раз в несколько лет. А тем более, мне очень нравится еще, что в последние годы появилась тенденция, как бы, в музее, допустим, вот кто-то сделал выставку Тициана, например, там, в Вене, да, и она поехала в Лиссабон, потом она поехала куда-нибудь в Испанию, в Барселону, так она ездит годы напролет, да, и ты можешь, как бы, за ней вообще ездить, потому что билеты на самолет вообще дешевые, ты можешь просто за ней вот так вот наблюдать и никогда, собственно говоря, она от тебя не спрячется, ни в одно частное собрание. Это круто, мне это очень нравится. Ну, было бы здорово, наверное, я думаю, что сделать для... Ну, может быть, эта информация не так распространена, вот представить себе какой-то гид, который тебе говорит, вот на этой неделе можно посетить вот это мероприятие, это мероприятие, там проходит такой, там, верни, Саш, там, на этого художника. Слушайте, в Латвии есть что-то подобное. Не совсем про музеи, но и музеев у нас пока немного. Если бы мы, допустим, смотрели, если бы мы брали, допустим, вот такую, сделать такую страничку для Прибалтики, мне кажется, это было бы более актуально, тогда можно было бы привлечь большее количество народу. И тем более, в чем проблема сесть за 10 евро в автобус Сталина, посмотреть там интересную выставку эстонских художников, или в Вильнюс загоняйте, там, посмотреть Литовцев. Вопрос в информации. Чтобы нашелся человек, который об этом бы рассказал, невозможно этот человек сидеть сейчас напротив нас. С возвращением, с возвращением, Артур. И в эфир, и в город. И на самом деле у нас, к сожалению, время завершилось. Спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили. Всем доброго денечка.